Вооруженный конфликт в Южной Осетии, или как его еще называют война 888 из-за соответствующей даты 8 августа 08 года отгремел 10 лет назад, однако до сих пор СМИ раскапывают любопытные факты из истории этой короткой, но очень резонансной военной кампании. Так, по данным газеты Washington Times, во время спецоперации по нейтрализации грузинского флота в поте российские спецназовцы захватили пять американских бронеавтомобилей «Хамви», также известных в России как «Хаммеры». Машины принадлежали 6-му батальону морской пехоты США и находились в поте после проведения совместных учений с грузинами. Как пишет американское издание, после того как спецназовцы затопили самый опасный грузинский корабль, ракетный катер Диаскурию, спустя несколько часов они уехали из поте. Фотограф из Associated Press видел колонну из грузовиков и БТР, на которых сидели порядка 20 человек в наручниках и завязанными глазами. Как рассказал позже представитель порта Эдуард Машевариани, это были грузинские солдаты, которые сидели в этих злополучных «Хамви». Машины достались русским в качестве военных трофеев. Позже генерал-майор морской пехоты генерал Джеймс Т. Конви заявил, что это были четыре обычных «Хамви» и один бронированный вариант. По словам официального представителя Европейского командования США Кори Баркера, машины не были оборудованы разведывательным оборудованием и не содержали в себе никакой секретной информации. Тем не менее, генерал-полковник Анатолий Наговицын, занимавший в то время пост начальника штаба ВСРФ, сказал на брифинге, что военные нашли в машинах много интересного. Тогда Конви сказал, что предъявит счет русским за «Хамви», потому что так дела не делаются. Но в результате вопрос замяли. К власти в Америке пришел Барак Обама, который согласился на перезагрузку отношений с Россией. Главной целью стал договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Пункт о возвращении захваченной в 2008 году техники решили убрать. Журнал The National Intest порекомендовал грузинским и американским военным в следующий раз не поскупиться на замки для рулей, которые всегда можно приобрести в автомобильных магазинах. С ними угнать джибы было бы гораздо труднее. Продолжение следует...